Автомобили наращивают пробег Автомобили наращивают пробег Рынок поддержанных машин продолжает рост газета коммерсант номер 229 от 12 декабря 2018 года, СТР 9 продажи поддержанных автомобилей в РФ по итогам января-ноября показали рост на 2,7% Но в прогнозах на 2019 год участники рынка расходятся Из-за увеличения цен, другие падения продаж из-за повышения срока владения автомобилем По данным автостата, за январь-ноябрь рынок легковых автомобилей с пробегом вырос в РФ на 2,7%, почти до 5 миллионов штук В ноябре продажи росли на 2,8%, до 474,2 тысячи машин В целом за осень динамика в сегменте была положительной Но в сентябре продажи росли значительно медленнее только на 0,2%, до 469,3 тысячи штук А в октябре сразу на 9%, до 515,7 тысячи штук Спад продаж в ноябре показали модели лидера вторичного рынка Лада на 3,9%, до 121,4 тысячи машин Остальные модели топ-10 остались в плюсе Так, на 4,2%, до 51,7 тысячи штук Выросли продажи поддержанных Тойота Реализация Ниссан Увеличилась еще значительнее на 9,2%, до 26,8 тысячи штук Продажи Hyundai На вторичном рынке выросли на 11,5%, до 24,1 тысячи штук Самый большой рост в сегменте показала Kia На 16,8%, до 21,7 тысячи штук Самым популярным поддержанным автомобилем, несмотря на падение продаж на 5,3% до 12,7 тысячи штук, остается Лада 2114 Реализация самой популярной иномарки с пробегом Ford Focus В ноябре, наоборот, увеличилась на 6%, до 12,1 тысячи машин Продажи остальных б.у. иномарок в прошлом месяце также росли, наиболее активнее поднялись продажи Kia Rio, на 20,4%, до 8 тысячи штук И Hyundai Solaris 17,6%, 8,8 тысячи штук В «Автостаде» отмечают, что эти модели уже долгое время держатся в лидерах продаж среди новых машин А теперь они массово выходят и на вторичный рынок Почему продажи поддержанных автомобилей за три квартала 2018 года почти не выросли Глава департамента продаж автомобилей с пробегом ГК Автоспецентр Сергей Янчук отмечает, что парк Hyundai Solaris и Kia Rio пока все же недостаточен для того, чтобы в ближайшее время стать лидером вторичного рынка Но это возможно в пятилетнем горизонте при условии сохранения темпов продаж новых моделей В целом рынок б.у. автомобилей продолжит расти, полагает господин Янчук, в том числе за счет смещения спроса с рынка новых машин на фоне ожидаемого роста цен при повышении НДС с 1 января до 20% Гендиректор CarPrice Онлайн-аукцион Денис Долматов добавляет, что рост цен на первичном рынке не повлияет на автомобили старше трех лет По данным компании, на них осенью приходилось почти 89% вторичного рынка, поскольку их цена зависит от состояния, пробега и числа владельцев В основном, отмечает он, это касается моделей возрастом 70 лет, которые сняты с производства Кроме того, в компании полагают, что вторичный рынок продолжает стареть и помимо сокращения предложения трехлеток на 3,3% п.п. до 11,2% В структуре рынка становится меньше машин возрастом 4-6 лет, на 5,28% п.п. до 28% В.к. прайс Связывают такую динамику с увеличением срока владения машинами За счет чего ускорился рост авторынка в ноябре об увеличении срока владения автомобилем говорит и директор филиала Аврилон Трейд Юрий Елистратов Сейчас он составляет более 5 лет против 2,5-3 лет до 2014 года По его прогнозу, на этом фоне и в целом из-за снижения покупательной способности вторичный рынок в 2019 году покажет спад Но число дилерских сделок по БУ машинам продолжит расти примерно на 20-25% Но, по данным автостата, средний срок владения автомобилем стабилизировался и в январе, ноябре, как и годом ранее, составил 4,8 года Минимальный период владения, составляющий 3 года, фиксировался в 2008 году, посчитали в автостате Владимир Беспалов из ВТБ Капитала обращает внимание, что продажи на вторичном рынке активно растут на фоне снижения темпов роста продаж новых автомобилей Ожидать падения рынка новых машин, по его словам, не стоит Аналитик дает прогноз в 5-6% роста на 2018 год В такой ситуации, отмечает он, реализация машин с пробегом останется примерно на текущем уровне Ольга Никитина Продолжение следует...